Всем привет, друзья! Привет в эту камеру, привет в эту! С вами сегодня Денис, Алина, Никита и Филипп. У нас несколько камер за столом, потому что игра у нас тоже выглядит необычно сегодня. Она у нас вот такая вот объемная. Здесь такие провода натянутые. В общем, фото пташки сегодня на нашем столе, друзья. И сегодня мы сыграем для вас в эту игрушечку. Погнали! Мы с вами сегодня будем фотографировать киц, которые сидят на проводах. Но фотографировать их нужно в определенных условиях. Давайте раздадим каждому вот так вот по... Вот это тебе. Это наши карты целей. Благодарю. Собственно, на них нарисовано, как мы должны и по три яйца оберить. Вот, давайте я покажу на других. У нас есть стопки заданий. Ну, собственно, первая стопка сейчас уже закончилась. Четыре стопки заданий. Они четырех разных уровней. У нас есть второй уровень. По количеству птичек, которые здесь нужны. Третий, четвертый и пятый. Собственно, вот это количество птичек, которые здесь нарисованы, это уровень задания. Говорит о том, сколько птичек должно участвовать в вот этой фото, в которой... То есть, чем дальше, тем сложнее. Но за них вы получите больше победных очков. Собственно, на три, четыре, пять. Вот, давайте покажу вообще, что здесь нарисовано. Опа. Это что? Бывает. Сейчас я расскажу. Смотрите, у нас есть птицы четырех разных цветов. У нас есть розовые, синенькие, зелененькие и оранжевые птички. Четыре разных цветов. Дальше. Они бывают взрослые, большие и маленькие. Птицы. Каждая из них была, да. А вот этот толстый челка. Это взрослый. Да. Также они бывают трех разных видов. У нас есть хохолковые, у них такой хохолочек, видите? У нас есть лохматые, как я, вот такие вот они, да? И есть челочные, это вот челка. Это я. Но они так называются челки. Челкумы. У них челка, да? Они вот такие вот эмо. Чучелка. Вот. Теперь давайте посмотрим по... На самом деле вот здесь есть подсказка под силуэта, под задание. То есть вот это говорит о том, что четыре любых лохматых птицы должны сидеть рядом. Ого. Лохматые, да? Вот они, лохматые. А, птенец вот так выглядит. Птенец такой маленький, взрослая, большая. То есть это четыре любых лохматых птиц и сидят рядом. Здесь нарисовано, что птенец любой птицы должен сидеть между двумя оранжевыми птицами. Понятно. Давайте еще какую-нибудь откроем. Ну это четыре таких. Вот. Расположение по проводам. Смотрите. Вот это... Говорит о том, что рядом, вот рядом с телеграфным столбом. Вот это у нас телеграфные столбы. А рядом с телеграфным столбом вот считается, что вот эта птица сидит рядом с этим и с этим. Угу. Вот так, если эта сидит рядом с этим, а эта сидит рядом с этим. Она не рядом с этим. Ну короче, между ними, когда нету столба. Да, между ними никого нет, это значит сидит рядом с столбом. То есть вот это говорит о том, что четыре зеленых птицы должны сидеть рядом с телеграфным столбом. То есть, типа вот так, вот так. Сейчас три, да? И вот там. Четыре. Угу. Подходит. Вот. Ну и так далее. То есть много разных заданий. Если что-то непонятно, можете в принципе спрашивать. Либо взять вот здесь и почитать. Здесь прям просто на проводе. На двух проводах рядом с одним. Тут в принципе в памятке все расписано, все понятно. Да, не проблема. Да. Это значит, что они вот должны вот так сидеть вот тут и вот тут? На двух проводах рядом с одним и тем же столбом. А, все понятно. То есть они могут сидеть... Ну вот тут и вот тут. Да, вот так. Либо она может сидеть вот так. Угу. На двух проводах рядом с одним и тем же столбом. А вот так? нет это на одном и том же проводе не сидят на двух проводах столбы короче мы не делят всего два провода ты не подходишь так как теперь все у нас это проходит теперь собственно как все это дело проходит начнем с подготовки мы просто берем 4 любых птиц и вот так давайте что все было честно закрой глаза и так да не просто что все было честно вот так я я свои я свои посмотрел теперь чтобы все было честно делаю я свои не осмотрел вот этого еще вот этого крому вешать сюда на провод и какой-нибудь розовый ты уже посадил мне вот сюда собственно вот они эти птички просто подвиньте вот так вот их надо прищепочку реально прищепочка есть пока колец карк кстати не поверите здесь написано первым выходит игрок который лучше остальных умеет говорить про птичьи ну вот пусть ходить ну ходи вся наша игра будет состоять из двух фаз первая фаза сядь и замри называется и вторая фаза покинуть кадр покинуть кадр называется итак первой фазе начиная с первого игрока мы будем ходить по очереди и свой ход можно будет сделать одно из двух действий первое действие это переместить птицу второе действие либо можно взять яйцо что происходит в этом случае первое действие переместить птицу мы можем либо взять птицу которая сидит вот здесь вот по риблике и поместить ее помещать ее нужно за голову берем за голову вот так обязательно один из проводов куда хотим и она может упасть да иногда бывает так что вам нужно птицу впихнуть между двумя имеющимися птицами их можно раздвигать но раздвигать их нужно только другой птице то есть вот например я хочу вот эту птицу впихнуть сюда просто вот надо ее раздвигать вот не руками а прикольно то есть руками нельзя если вдруг в свой ход вы какую-то птицу уронили одну либо несколько упали вот эти птицы сейчас секунду не менее это важно а на стенке да все правильно они возвращаются обратно на стенки те которые упали и в качестве штрафа остальные игроки кроме вас по часовой стрелке беру подумать о боицу зачем нужны собственно яйца яйца мы вообще как бы априори переместить птицу вы можете либо с поребрика на провод либо с одного провода на другой провод это так тоже можно это вот просто одно но за яйцо вы можете сделать это еще раз и еще раз и еще при этом нельзя перемещать ту же саму то есть вот я посадил вот эту птицу сюда ну есть а типа выполнил задание да 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 типа сделал еще один переместил птицу еще раз так делать нельзя но другие птицы можно вот либо второй вариант это взять яйцо вы просто берете одно яйцо и из запаса птички мы не трогаем одно яйцо при этом когда вы берете яйцо из запаса вы можете посмотреть на одну из своих карт заданий сбросить ее и взять любую другую не на память нет нет это нужно рассмотреть причем даже в чужой ход теперь я сейчас рассказываю дальше в конце вашего хода вы проверяете сделали вы какое-то задание или нет если вы сделали какое-то задание например вот я у меня четыре хохлатых сидят вот так рядышком друг с другом вот я говорю птичка и выкладываю эту перед собой мы убеждаем что я его сделал все замечательно это перележит передо мной она мне принесет четыре победных очка после этого после того как я сделал задание беру любую другую по сложности сам выбирай сам выбирай лично выбираешься беру любой то есть у вас постоянно два но когда вы берете яйцо можете одно из них поменять я грубо говоря вот сделали вот это вот это правило с птичкой то есть выполнение заданий также работает вход другого игрока то есть например сейчас ходит никита он сделал какое-то действие в результате которого одно из моих заданий выполнилось я говорю птичка и выполняю следить еще за тем что делают другие игроки помнить да помнить свои задания и типа птичка говорить вонечка птичка птица не велится сейчас сейчас подожди вот фаза 1 закончится в конце хода того игрока который переместил последнюю птицу с борта с борта на наверх на судно как только это в конце этого хода заканчивается игра и мы заканчивается первая фаза и мы приходим ко второй фазе вторая фаза называется покинь кадр допустим у нас будет тут куча птиц сидит на каждом проводе вот что эта фаза делает начиная с игрока слева от того кто закончил первую фазу игроки совершают следующее ну короче сейчас птицы типа разлетаются вот и мы это сейчас будем имитировать но это шанс получить дополнительные победные очки вот вот что мы делаем каждый по очереди каждый знаю будет делать вот так вот он берет за хвост птички вот так тянет и отпускает прикольно вот кстати я сейчас выполнил задача сделать так чтобы на проводе осталось только одна птица любая одна должна остаться если это удалось вот как сейчас мне до читер но на проводе то есть от сих до сих да да вот на проводе вот всего одна птичка осталось я ее я ее забираю себе и могу любое задание объявить выполненным понятно самое дорогое самое дорогое естественно если задание при этом не осталось фаза первая еще закончится тогда когда возьмется последнее это тоже важно вот если задание осталось вместо этого вместо объявления задания если вы выполнили берете яйцо одно одно яйцо себе да каждое яйцо в конце игры одну кабиначку ну давай поехали да не выполнил так он тренировался у маленьких больше шансов он тренировался и так ну все рассаживаем и поехали у нас там пел хорошо алина давай ходи по часовой так я беру с бортика птичку да и сажаю его на провод да сзади 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 вот тут можно яйцо берет нет я сажаю и сразу если выполняется сразу да птичка говорит ну это типа в конце хода вот вот так мне камеру показывает что не птичка это две зеленого чижика должны сидеть рядом со разных проводах 1 да да все верно все выполняется кладешь бери любую другую подожди погнали птичка вот два оранжевых на разных рядом со столбами перед собой это твои победные очки куда ты лезешь я беру себе новую какую ты скажи сейчас еще порушишь давай скажи я тебе 4 давай 4 4 1 4 давай да это они сидеть должны рядом с и графом столбом да да любым любым я выполняю две синих рядом со столбом хочу сложную себе как это выполнять вот так а вот так нормально выполним выполним что-то вы вообще неправильно чижиков сажает да нормально все смотри вот так берем нет не розовый я птичка выполняю на 3 у меня птенец сидит между двумя синими есть такую так и возьму трюндель это все считается один провод то есть если у меня грубо говоря давай я четко посмотрю или все-таки он разделяет как бы на разные отсеки то есть если вот например 5 птиц подряд определенных они должны вот в одной секции сидеть или весь этот считается четыре провода считают это отдельно я посадил 4 провода до зелененького хорошо и все хочу тебе еще надо за яйцо можешь еще посадить вот так давайте смотрите выполнить задание можно только одно вход да то есть за яйцо посадить можно несколько птичек могут называть только я за яйцо да сажаю еще одну эту сюда и говорю птичка мне надо чтобы у меня зеленые птички сидели возле телеграфных столбов вот это сидит возле этого вот это возле того что есть молодец сильно ходай бери новое задание забывай 345 хорошо давай тогда я возьму я тебе возьму эту возьму вот это можно секунду вопрос да я могу в его ход сказать птичка если вот я взяла цель и у меня уже выполнены могу не уходка или обязательно чтобы именно в рамках его птиц это происходило просто я вот беру цель она мне уже после его действия после его вот он сейчас делал действие выполняется да давайте . подожди ты сам что-то выполняет она может влезть на что это влияет я не знаю это не на что не влияет чтобы не перебивать ход другого игрока подделай написано что можно я перебиваю птичка вот я он выполняет в конце хода она в течение его хода ты все вот у меня маленькая птичка между двумя зелеными бери задание все я хорошо алина хорошо так я беру вот эту сюда и выполняю задание вот у меня хвостатый между двух розовых нет это детеныш это птенчик на они все смотри там же вот вот на это птенец а где птичка не вот так вот это птенчик вот это птенчик да да птенчик между двух розовых птенцов в общем вот как у меня птенчик мысли мало вон они сидят все ну вот один на поможешь переместить это ты можешь отсюда взять перенести на другой не обязательно снизу да какой-то великан не выполняем так давай тогда вот так нифига ты наглец или маглый птенец птенчик между двумя оранжевого не мог нового добавить нет я хотел этого так и возьмем давай четверку смотри я сажаю вот огурцы этого с мускумбрика можно мне поделиться посади сама встань прикольная вы встань с моей ногой а ну извини делаю птичка у меня большая птичка между двумя зелеными сидит вот большая птичка где подожди я зеленые пти а как розово все я поняла я поняла мнение ты роза выдвигала и я не трогала розовая вот эту вот пересадила сюда а вот так было все большая минут от эту большую вот сюда посади будьте большая я поняла я просто и за яйцо могу еще подвигать нет смотри задание нет задания ты выполняешь в конце своего хода то есть вот ты вначале двигаешь 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 потом выполнил задание раз выполнили конец хода какой-то нервный смех у него дать не смех горечь горечь поражение все что-то как-то слабенько да это бери писос потому что мне это надоело я трачу яйцо черного птенца беру птицы четыре вот здесь раз два три спасибо у меня короче пять птенцов подряд вот они да красавчик так я хочу взять сложное чего капец взял мне кирдык да чё тебе кита мне кирдык я вообще не могу выполнить это анриел так ладно давай сантувы блин где фартовый просто просто башка выполнила выполнила я ж могу сейчас влезть до после моего действия если поучаствуйте сейчас свой ход собираешь ну да 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 птичка давай короче у меня пять кучерявых рядом со столбом смотри кучерявый раз со столбом да два нет это потлаты так денис тебе перебил ты видишь он уже не кучерявый он уже не кучерявый да и где остальные смотри вот у тебя раз и два этот был три я просто их не очень еще различаю смотри есть вот это кучерявый а это челкан я понял я их перепутал какой-то другой ты походил подожди это раз действия я за яйцо хочу они все хватит птичка два розовых так я хожу да да вы чё издеваетесь мне как вот хочется поступить в этой ситуации нет давай мне надо подвинуть подвинуть подвинь подвинь вопрос если задание на какое-то семейство неважно какого размера да цвет да и цвет размер него неважно так давай тогда вот этого я пересажу а за яйцо могу еще да и за яйцо еще а есть там почему их под и я говорю птичка у меня раз-два-три-четыре-пять больших мучек раз-два-три-четыре-пять больших она тебе все испортил она все портит просто постоянно я не понимаю что я портит сейчас секунду красиво вообще ничего красиво не 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 ты можешь ты можешь вообще делать ну и этому зачем ты чё делаешь его пошел вон оттуда яйцо плати вот и что и все так выполняю около столбов сидят роза хорошо согласен есть 4 до 5 дай мне заканчиваются задания капец вы издеваетесь если я беру яйцо я могу поменять да нет я беру когда яйцо я могу одно из своих заданий поменять да 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 когда берешь яйцо можешь поменять задание давай а тут все написано щаска за ней нормально но на самом деле минике сейчас очень сильно все исполнил ладно я это точно не выполню поэтому я беру вот так хотя я еще могу попытаться его потом скидывать и выполнить типа в конце это будет разлетаться яйца чё-то дают одно пыльночка одно пылое каждая поэтому яйца надо беречь ну давай вот так вот я сделаю просто вот такого птенца сюда посажу и все зачем просто так ходить скажи гадеонок вы чё делаете все я не пойму вы сговор против меня какой-то ты ходи просто ангел торнамент ну допустим 3 никита мне 4 испортил никита портит порченый у тебя 4 портит карашин этот парень тоже блин придется наверное все-таки прибегнуть яйцо яйцо прибегнуть о боже какой ужас однако так ладно мой первый ход ты все портишь да мне все же тебе портить и вот эту птицу гребаную вот сюда ну ты кто тебя просил и теперь сейчас еще раз два три 4 5 все птицы у меня 5 челочных сидят рядом со столбами 1 челочная 2 челочная 3 челочная 4 5 так смотрите у первое мое действие я убираю вот этого это птенчик воробушек и за яйцо я кладу я говорю на все игра закончилась у нас у всех по ходу или все он закончился никита а я еще как только колода за кого за один закончится после хода время которого один из игроков переместил последнюю птицу со стенки игрового поля на провод или взял последнюю карту фотографии ну дергать дергать хвосты дергаем хвосты и дергать вот так хвосты мы будем до сих пор пока все птицы не уйдут ну понятно тебе надо чтобы одна осталась давай да я понимаю что по дна молодец сейчас я думаете лучше дерну что ли надо не сильно натягивать да и хорош выполнил пятерочку убирай эту птицу вот это последняя которая осталась ты ее убираешь да можно что-либо объяснить как надо дернуть чтобы что произошло одна осталась на проводе осталась одна птица ну пробуй я попробовал чуть слабенько страшно да ты жул знание физики нужно но нет слишком сильно но кто хорош в дерганье хвоста пока ты пока я смотрите и учитесь сынки красавчик просто гений все считаем очки считаем ну давайте начнем с филиппа сколько у тебя 14 вот 5 5 2 и 2 14 14 и где аж 4 я два яйца твоих не увидела 10 14 17 19 красавчик 4 4 8 10 15 16 17 18 19 21 11 я не сомневался вообще в ней ни разу получается у тебя лучший птичий фоток ты лучший птичий фоток да поздравляем тебя класс так давайте сейчас еще что тут есть еще и потом уже здесь есть еще кооперативный режим вот но какие мы там кооперативные тут смотрите чем она отличается оно отличается тем что мы будем выполнять общие задания у нас будут там общие задания вот так лежать и есть вот такие вот ну и свои задания в том числе у нас есть общие и свои есть смартфон есть такие прям смартфончики их 6 штук яйцефон да и в кооперативном режиме нельзя просто взять вот эта птичка сделать кадр мы все делаем совместный кадр поэтому в какой-то холл в конце хода например я что-то сделал и я решаю что мы сейчас все будем фотографировать я беру этот смартфон переворачиваю его яйцефон и мы все делаем фотографии то есть все у кого какие-то задания выполняются на данный момент все их выполняем там вот такая тема короче понял их ограниченное количество их ограниченное количество то есть шесть раз за игру мы делаем кадры нам нужно там просить вот этого сюда посади а то у меня это да 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 и потом нет нет давай не сейчас на следующий ход и яйцефон используем и так далее то есть вот такая вот есть еще кооперативный режим ну и собственно теперь можно к мнению так ну я скажу что первое что чем эта игра подкупает это своим необычным внешним видом да ну где вы еще увидите игру где есть четыре вот такие три четыре провода короче вот которая выглядит вот так где нужно вот такие вот птичек они кстати пластик свет на картон это пластик это пластик это пластик красавчик как пластиковые карты игральные вот или пластик это здорово что ты не знала что они не делали да они типа чтобы они летали вот таким бить можно вообще кайф все прости говори ну вот то есть подкупает своим внешним видом сразу понимаешь что ну аудитория этой игры это семьи с детьми вот я думаю что таких как бы вот семьях где нужно именно ребенка привлечь каким-то необычным вот ярким внешним видом игра подойдет мне как взрослому игроку ну игра на один-два раза ну и то было прикольно поиграть интересно понравилось сочетание вот этого вот пространственного сбора сетов да по заданию с во второй фазой вот этот декстерити он прикольно сменяет вайп игры и такие прикольные моменты я люблю когда ты делаешь такой вот один какой-то удар как это назвать вот это вот метание птицы прикольно выглядит но а так в целом игра не глубокая то есть ну как для гика это на один-два раза развлечение а для семейки вполне себе сгодится вот мое мнение слушай но я семейки не люблю но это прям вообще с кайфом залетело я бы прям еще играл не знаю даже не на один раз но мне лично прям понравилось все что здесь есть и играется очень весело это чисто фановая игра такой фановый сегмент серьезно к ней вообще невозможно относиться ну а зачем тут куча еще глянь тут мои ребята работают ролики граффити в виде морковки рисуют тут очень много такого интересного деталей оно казалось бы оно вообще не нужно да но оно создает такую атмосферу да да безусловно и вот эта тема когда Дениска рассказал про то что сейчас мы еще хвосты будем дергать вот без этого было бы скучно а под конец прям вот это весело ты можешь прям довольно много очков набрать то есть ты в конце вот за счет одного удачного этого ты можешь сразу пять очков набрать ну как я и набрал если сидеть прям задротить тактики придумывать ну этой игре это не надо не надо тут подергать а класс яйцами еще можно птиц покидать я думал они для этого блин очень прикольно на самом деле когда Денис рассказал правила я вообще не поняла в чем тут игра заключается ну типа ну и что что птицы как здесь выигрывать но на самом деле вот когда люди просят какую-то игру под которую можно расслабиться повеселиться вечерком вот все что вам предлагали до этого это вообще фигня собачья вот игра под которую вы реально просто релаксируете и просто вам не надо практически думать даже если и надо то это какие-то минимальные напряжения мозга но это очень весело это очень красочно и я не знаю это очень забавно ну как не надо думать например как отличить хвостату от потлаты челканы потлаты а у меня вот хвост такой слушай ну даже Филипп под конец справился поэтому я думаю у вас обязательно это было обидно это здорово это и взрослым весело в перерывах между какими-то большими играми вообще ништяк мне кажется посидеть хвостики подергать и при этом здесь реально правильно Филипп сказал какой-то сбор сета очень своеобразный где тебе надо как-то закомбить вот этих птичек которые тебе еще испортить могут которые тебе еще могут испортить вход а при этом наоборот могут тебе подмогнуть вход да мне никто не подмогнул почему-то да баба Алина подмогни мне внучек а ты мне помогал очень часто ты каждый хуй просто забирала моих птиц а карточки то тоже пластиковые? нет нет картон там даже видно что они немного откалываются здорово что продумали даже птичек из пластика чтобы они не снащились потому что ты руками дрогаешь очень много и она может быть как злой так и не злой может ввести вам на выходе карт может не ввести вauthёмка но она очень какая красивая все именно правильно ты же не будешь здесь вредить игроку потому что вот все и не знаю поэтому злоёю ещё не назовешь вот я заметил то есть ты ей мешаешь ты не нарочно я заметил этот момент как Алине вышли зеленые просто замеритеных луны у меня все разные и я просто не мог их сочетать я пытаюсь их сажать вы их рассаживаете Я ничего с этим не могу сделать Ну как? Она очень эмоциональная Ее прям супер примитивной Бестолковой не назовешь Тут и птички разные, и причесочки разные Тут и запомни, и сообрази Мне было бы интересно с детьми в такую поиграть Даже без детей на кемпах в нее дергать их за хвостики Получается попивасная игра Получается так Возможно и так Короче Со всеми я согласен Единственное, что хочется сказать Не совсем, наверное, продумали Жесткое крепление рифтолбиков Потому что, видите, мы тут прицепили их с прищепками Вот это еще в комплект не входит Да, 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 они их перекашивают Единственное, к чему хочется сказать Толщину коробки Можно тут натянуть Тут от натяжки Тут от натяжки зависит, но все равно Если ты их по слову растянешь Да, вот это что сопля Вот тут их подзатянут Но только ты здесь начинаешь затягивать Ну, короче, тут надо вот это вот В самом начале иметь прямые ручки Потому что нужно вот это все собрать Ребята, вот такие вот прищепочки для этой игры Докупайте обязательно и делайте Да, обычные канцелярские вот эти металлические черные Вот сюда прилепи Они помнут коробку Ну, аутентичные какие-нибудь Деревятные, маленькие И тогда они вот так вот наклоняться не будут Можно птиц посадить, чтобы они клювами держали Настоящие Настоящие Тут можно как-то так натянуть, чтобы коробку не портить Лишний раз Просто два попугая сидят такие Ну, короче, а так игра прикольная Согласен со всеми Играйте в фотофташки Они, видите, даже положили сюда вот такую штучку Коробка засовывается вот в этот рукав Чтобы вот здесь коробка вот здесь А в камеру можно было рукав показывать Специально для блогеров Это специально для блогеров А вы, типа, не блогеры, да? Вообще, на самом деле, я не понимаю Для чего нужны вот эти вот рукава Это, типа, дополнительные траты Зачем, для чего и нафига Но на некоторых играх делают Это для меня загадка, на самом деле Но, как бы, хотят тут маркетинг Обычно в книгах суперобложка Ну, по типу рукава выкидывается просто Да, потому что Нет, потому что Богачи Богачи, мажор Нет, вот эти обложки Они для книг, понятно Они для витрины Они защищают от потертости От царапастей Потому что книга, чтобы была красивая Это особенно какое-нибудь Коционное издание Ну, у нас, естественно А на стол как? У нас, естественно, никто так не делает Но, вообще, для книги Суперобложка Это только для хранения на витрины Ты, типа, покупаешь книгу Она изначально делается для того Чтобы ты пришел Выкинул ее И поставил красивую книгу на пол Да, потому что под ней Изначально, как бы, цель суперобложки Именно в этом Что-то на богат Но у нас так, типа, просто Не принято в России делать Ее оставляют Суперобложка такая Тоненькая, бумажная Которая просто Вот так вот Которая потом просто Вот так вот сейчас Затирается У меня тут не делаете Люци синю тоже в обложке Нет, я ее, когда читаю Я ее снимаю А потом надеваю обратно Просто у нас так не делают Это кофточка для книжек Что такое книжка? Все понятно Ладно, мы уже на одну чём Знаете, что я еще заметил, ребятки? Что-то какая-то тема по фото пошла, да? Много игр выходит С фото тематрой Редвуд И, кстати, о стиле жизни Редвуд от стиля жизни И фото пташки Вот почему Потом еще вот это Какой-то хайп Кадр, но это не от них Не от них? Нет Но игры выходят Прикольно Хайп на фотографии Значит, ниша в сеттинге фото Пока еще не заполнена Возможно, залетела И сейчас все начали делать И обе игры очень необычные А, если что, вы спросите Как вот это все дело хранить Вот так вот все берется Нас не спрашивали, но мы покажем Да, но мы покажем А у людей возник не мой вопрос Мы на него не ответили Вот так Теперь ответили, получается Просто кидаем туда и все Будем мы ли это забирать? Разбирать? Нет, конечно Давай прищепочки Наверное сюда тоже сложим Будем возить на кэмп Да, будем возить на кэмп Тут петух селфи делал Где петух? Офигеть Вот петух Я так хотел это сделать, боже Всю игру терпел А что ж ты вначале Не закукарекал Да Ты бы первый выходил А причем суперобложка От коробки не отличается А еще сама коробка Тоже в пленке Отличаются Разве? Отличаются 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 В обществе Сложите Друзья Всех обнимаем Фотопташки Для вас играем Подписывайтесь На нас На всех ресурсах Ссылочки в описании Поддерживайте канал Лайком Если можете Финансово Мы за ваше здоровье Шарм Скушаем Спасибо До новых встреч Друзья Пока Пока Кра 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 Нам нужно Сто подписчиков Там уже 300 Мне надо тоже Поптейщиков Где у тебя сто? На нум Я думал у тебя На твоем канале Я глухой Старый уже